итак ребят всем привет наконец-то я добрался до места копа сегодня копаем всего на всего вдвоем моя команда к сожалению не смогла один из них сделал прививку у нас температура уже пятый день 38 39 у второго на газ проблема у третьего с супругой уехали в деревню 4 работает 5 то же самое в общем сегодня у меня в компаньонах санька сань здорово и вот сегодня он снова приехал я приехал к сожалению уже время часа наверное 3 вот покопать придется чуть-чуть но я хочу остаться ночевкой в общем здесь мы будем сегодня копать место довольно таки хорошая деревня большая фунтов больно здесь заложенных нету и посмотрим первым делом когда я приезжаю на деревню я проверяю верховые находки сейчас с ванишем попробую чего-нибудь интересного зацепить так что потом потом присоединяюсь к саньке находки у него здесь в принципе хорошие сейчас я вам покажу чего у него тут интересно уже выпало выпал у него такая вот бутылочка целая аптечная потом еще где-то бутылочка у него тоже аптечная есть но она колта тоже видите да еще одна аптечная тоже колта вот интересно и по царям что здесь интересно выпало сейчас я вам покажу так вот интересно что именно это николай 1 55 год n1 и александр 2 1 пение 1891 год вот остальные здесь царская копейка двушка копейка советики в общем нормально 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 идут находки вот так что ну не то что будет ну ну давайте прямой прямом эфире давай дергай прямом эфире сейчас будем монетку докапывать давайте посмотрим вывалилась ну-ка давайте я и первую сегодня найду вот на ребята это у нас ранний совет трешка тридцать второй год ну вот я сегодня первый момент опускал держи вот так вот сейчас я тоже свою васечку чуть позже заряжу наверно с вашим немножко хожу по верхам что еще раз повторюсь деревня новая для меня ладно пойдем посмотрим ребят поторопился стало никакого там не будет сигнала санька уже профессионалом оказывается говорит что царёк искатель ботинки не плит засыпал да не где только что девяносто прям в бревне что-ли блять бревно девяносто херачит ну может бревня чем-то забитыми девяносто давай 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 ну мало ли че гвозди медные были раньше а ковыряй кого бревно а че я вчера одно уже ковырял может между бревнами где-нибудь там чем-то завалилось я прям с бревен снимал монеты бревна-то какого-то толстяное это что ты это такое одно уже ковырял да вот она а 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 нет это лазер это гирьки это гирьки лазер 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 идут находки идут идем дальше ребята очередной сигнал у санька отсюда выкурил а что это кабель торчит медный а я его рублю вот и у него выпала очередная хорошая монетка а в частности это у нас денежка ребята денежка Александровская монета Эх, она подубита Это у нас денежка 1857 год Александр Да, видите, да? Съезженный металл В общем, не очень Но все равно медь зачетна Итак, ребят, у Сани прет и прет Некоторые находки я даже и не снимаю Но такую я должен снять Это крупная Царская медь, ребята Да, да Я не ошибся, когда называю 1924 год царскую медь Это еще заготовки от царских пятаков На них молодая Россия Советский Союз Чеканила свои монеты 1924 год Это последний год Пятаков Ну ладно Зачет Я пойду, наверное, новые разработчики Потому что у нас У Сани гард У меня гард И они друг на дружку фонят Ну, ребят, наконец-то Наконец-то Ваниш Сверху зацепил Царскую копеечку 1899 год Ну, в принципе, бодрый Бодрый сохран Пойдет Копает только хороший сигнал, ребят Хороший Либо медь, либо серебро Или же все-таки попадает Иногда Хорошие сигналы Пятаки советские Пойдет Забирай Итак, ребят Там вон Домики Еще брошенные Но я к ним не пойду Заглянем В этот Так, вон уж давно заброшенный Здесь вот Видно еще Приезжают А вот Ближний И дальний Заброшенные Но мы на них не пойдем Нечего делать Нажу приключений искать Пойдем по верхам искать Итак, ребят Подошли мы к дому Давайте посмотрим Что здесь Прибор с собой брать не будем Я думаю, смысла нету Вди кингу Веди Так, печка Разрушена Наверху чердак Красный угол По диагонали От печи Дальше Здесь тоже печь По диагонали Тоже красный угол Так, ну что у нас тут Интересно Да ничего, ребят Что это за шум Кто там, кингу Кто там Ну-ка, иди проверь В общем Не шурфленно Но и Чтобы зашурфиться Здесь Невозможно Мусора Полно Вообще полно Железная кровать Мародерами Не утащили В общем Домик У нас Зеркало Старое Полы Не тронуты Не шурфили Видно Побрезговали Так, у нас здесь Еще одна комната Шкафчик О, там еще одна Железная Железная кровать Тоже Побрезговали Мародеры Ну чурмец, ребят Чурмец Ну ладно Ничего интересного Ладно, пошли дальше Итак, ребята Санек закончил Здесь Он сейчас пойдет Отбивать Бензин По металлу Ну и я с другой стороны Вот здесь решил Зашурфить Видите, да Свежая такая земелька Я в руки брал, ребята Скажу сразу честно Брал Был нарост на ней Я Пытался датировать И это у нас Павел Первый, ребята Павлик Офигенная монета Вообще класс Год К сожалению Пока не скажу Ну ладно Зачетный Класс Класс Ладно Пойдем дальше Итак, ребята Свой Монетку Я бросил В преобразователь ржавчины И теперь я вижу Год 1799 Вот Осталось Немножко Зеленки Ее обязательно Надо убирать Сейчас я ее Уберу Промою водичкой Всю кислоту С нее смою И положу Прямо на солнышко В итоге Я вам покажу Результат чистки Прямо на копе Ну и будем Одновременно копать Да, Кенгуль? Кенгух у меня устал Жарко Итак, ребят Набрел я Вот на такое Позади меня Здание Так Видите, да? Вот И мне сказали Что это Раньше была Старинная церковь Очень старая церковь Вот Причем Здесь Похоронена была Легенда Вот О какой легенде Чуть позже Здесь Был человек Захоронен Я так Понаслышке Слышал Что это Один из первых Мэров Самары Что у нас тут Интересно Так Ну тут Мародеры Ребят Побывали Шурфить Чуть пытались Вот Смотрите Крест здесь Имеется Григорию Сергеевичу Оксакову Достойному Сыну Великого Отца Одному Из лучших Российских Губернаторов Родился 1820 Так Почил 1891 Года Вот такой Крест Ребята Здесь Что-то Было Вот Но Гравировка Вот такая Осталась Оксакову Информацию Ребята Про этого Человека Я вам Тоже Приложу Что это За Оксаков Что За Сын Российской Империи К сожалению Тут у нас Ничего Фресок Нету Ничего Нету Восстанавливать Храмы Не хотят И все Вот в таком Вот Удручающем Состоянии Причем Смотрите Полы Ребята Полы Это полы Их Вот Видите Сдергивали Вот так Вот Наверное В ближайшие Ближайшие Годы Смотрите Вот Видите И вот Полы Лежат Полы На месте В ближайшее Время Наверное Дойдут Сюда Мародеры И будут Шурфить Нам печально Печально Если все это будет Ладно Мокло Церкви Мы церкви Никогда Не трогаем Вот И проходим Мимо Да Красивая была церковь Очень красивая Делали Прямо Души Ладно Пойдем Григорий Сергеевич Астахов 1820 1891 Сын Известного Писателя Аксакова Помните Сказку Аленький Цветочек Ты встань Пробудись Мой сердешный друг Настенька Так что же это Ой С 1867 По 1872 Год Седьмой Губернатор Самарской Губернии Также Был Губернатором Уфимской Губернии И был Тайным Советником За свою Государственную Деятельность Был Награжден Орденом Святого Станислава Первой Степени Ордена Святой Анны Первой Степени Орденом Святого Владимира Второй Степени Также Имел Орден Белого Орла Вот и Познакомились С сыном Российской Империи Итак Ребята У меня Сигнальчик Появился Такой Тухленький Потому что Вон что-то Ребром Лежало И что Это у нас Зеленая Зеленая Да Безобразие Зеленая Не знаю Что это Такое Ну Не знаю Что за Монета Зеленая Чистка Я думаю Сейчас покажет Кстати Насчет чистки Давайте я Ее брошу В нашу Супер Жидкость А ту Монетку Я достану И посмотрим Нельзя Нельзя Копеечка 1999 Зеленка Отходит Полностью И это Хорошо Хватит Так что Вот так Вот Ладно Итак Ребята Все Мы остались Вдвоем С Кингом Да Кингуль Ты мой Красавчик Санек Поехал Путь У него Долгий Счастливо Находки Его не показал Но в принципе Нормально Поговорил Зачетно Там Монеток Кое-какие Заснял Все Фундамент Выдохся Буду Наверное Искать Новый Итак Ребят Пришло Время Ужинать Да Мы Остались Вдвоем С Кингом И мы Решили Ночевать В этом Безлюдном Месте Совсем Совсем До Ближайшего Населенного Пункта Я не знаю Сколько Километров Вот В общем Будем Одни Позади Меня Как вы Видите Разбитая Старая Церковь Разрушили Ее Когда-то Не знаю Кто Вот Лесок На капоте Ужин В общем Сейчас у нас Чайничек Закипит Кофеек Доширак Сосисочки Уже Нас Приготовились Кинг У нас Тоже Кингу Перепало Больше Он У нас Мясо Покушал Ну а мы Вот так Дошираком Так что Ребят Приятного Мне аппетита Продолжение следует